Игорь Пирович, пожалуйста, тебе слово. Большое спасибо. Ну, давайте я сначала кратко скажу, что это за цикл лекций. Вообще, я сейчас, кроме основной работы, не торопясь, пишу научно-популярную книжку про разные диапазоны времен и явления, которые происходят на том или ином диапазоне. И вот когда Дмитрий Вадимович предложил прочитать что-нибудь для ляп, я подумал, что это хороший повод потренироваться и на основе этой книжки сделать несколько лекций, прямо целый цикл. Конечно, это не будет прямо такая энциклопедическая покрытия всех времен. Это скорее несколько сюжетов, которые будут сгруппированы по временным диапазонам и по темам. Это не будет прямо научный семинар, это скорее образовательные такие лекции. Но я думаю, что они будут интересны в том числе и физикам, не только широкой публике, потому что они ориентированы в том числе и на исследователей. Для меня это будет такой первый опыт этих лекций, поэтому я прошу вас задавать вопросы. Если какие-то там делаю ошибки, то поправляйте, пожалуйста. В общем, я надеюсь, что от вас будет такая активная реакция. Ну а первая лекция, она касается, наверное, самого близкого к нашей повседневной жизни диапазона. Это мили и микросекунды. И чтобы долго не ждать, давайте сразу перейду к первому, пожалуй, самому близкому к нам диапазону. Это прямо секунда. Итак, в общем, что такое секунда? Я думаю, что вы сами прекрасно понимаете, что секунда ощущается нами как реально длящийся процесс. Это не мгновение, это реально такой длительный промежуток. Во время секунды вы можете успеть подумать несколько мыслей, успеть сказать несколько слов и даже выполнить несколько действий, движений. Вот, например, взять одно из самых простых движений, как прыжок на месте. То есть вам нужно подпрыгнуть, потом приземлиться. И вот это все обычный человек делает быстрее, чем за секунду. На самом деле мало кто в мире вообще способен, подпрыгнув, удержаться в воздухе больше одной секунды. Но вот как мы еще со школы знаем, в свободном падении тело проходит за одну секунду 5 метров. Поэтому если нам нужно подпрыгнуть, это значит, нам нужно оторваться на полсекунды вверх и потом полсекунды приземляться. То есть нам нужно подпрыгнуть на 1,25 метра. И такой отрыв, в общем, далеко не все даже баскетболисты способны сделать. Конечно, можно подгибать ноги, но, в общем, все равно это довольно большой промежуток. Даже в таком спорте, как шахматы, которые, казалось бы, медлительные, в принципе, в таких пиковых моментах блица игроки успевают за одну секунду обдумать ситуацию, среагировать на ход соперника, сделать свой ход и шлепнуть по часам. Так что они вполне могут делать по секунде на ход. В общем, за одну секунду можно много чего успеть. Поэтому двинемся дальше и давайте попробуем понять, что такое, что за промежуток времени, который ощущается нами как мгновение, то есть который уже не расщепляется на отдельные эпизоды. Ну, здесь, например, есть такое опорное число, как среднее время реакции человека на какой-нибудь внешний визуальный стимул. Вы, конечно, это можете проверить у себя и сами, наверняка уже проверяли, но есть веб-сайты, на которых это легко делается. Вот здесь вот есть ссылочка, можете потренировать себя на свое время реакции. И вот график с этого сайта, который показывает, усредненный по нескольким миллионам юзеров, показывает распределение по времени реакции. То есть в среднем человек реагирует примерно за 200 миллисекунд. И надо сказать, что эти 200 миллисекунд не ощущаются как одно мгновение. Я вот по себе помню, что когда я реагирую, то я успеваю осознать, что вот пришел стимул, а вот я нажал на кнопочку. Поэтому реально человеческое мгновение, оно еще меньше. Я думаю, что оно ближе к нескольким десяткам миллисекунд. То есть уже в одну сотню миллисекунд уже успевает поместиться парочка мгновений. В качестве еще пары куриозных опорных чисел я еще приведу время взаимодействия пользователя с интерфейсом компьютера. Ну, вот сейчас, конечно, мы полностью погружены в информационный мир. У нас есть смартфоны, мы постоянно в них тычемся. Но надо сказать, что давным-давно еще на заре компьютерных технологий, скажем, 50-е, 60-е годы, люди заинтересовались, как быстро вообще должна реагировать система на простейшие активационные действия человека. Скажем, вот человек нажал на кнопку и хочет, чтобы машина сразу же ему ответила. Что значит сразу же? Через какое время? И вот я наткнулся на интересный такой документ 68-го года, зовите, 68-го, в котором приводится сводка многочисленных психологических экспериментов, проведенных к тому времени уже. И вывод из этих экспериментов был такой, что для того, чтобы человек ощущал, что система его слушается, а не тормозит, нужно, чтобы время реакции было меньше сотни миллисекунд. Если больше, то человек ощущает, что происходит какое-то торможение. Ну и еще одно такое забавное число из уже современной статьи 2016 года. Группа психологов проверяла, за какое время у пользователя формируется первое визуальное впечатление о веб-странице, когда он только видит, вот открывается перед ним веб-страница, и он только ее видит. И вот они пришли к поразительному выводу, что достаточно 50 миллисекунд, чтобы первое впечатление уже сформировалось. И, кстати, я прямо такая заглавленная, типа, веб-дизайнеру, внимание, у вас есть 50 миллисекунд на то, чтобы произвести хорошее впечатление. Ну, я не знаю, насколько полезна для веб-дизайнеров эта информация, но, тем не менее, вот такие эксперименты есть. Если же мы идем на времена еще меньше, порядка 10 миллисекунд, и даже меньше, то, конечно, человеческий глаз и человеческий разум уже это, конечно, не осознает. Нам нужна техника. И вы можете, может быть, подумать, что для этого уже сразу нужна какая-то там современная профессиональная техника. Но оказывается, что многие смартфоны уже оснащены веб-камерой, ну, камерой, которая способна вам выдавать почти тысячу кадров в секунду. Это, конечно, не все смартфоны, это топовые модели многих производителей, но такие сенсоры уже есть и вполне распространены. Значит, они чем хороши? Значит, в них есть прямо на сенсоре установленный чип с быстрой памятью. Вот прямо на самом световом сенсоре. Поэтому, когда у вас приходит изображение, оно не переписывается в смартфон, оно сразу же сбрасывается в эту память, там первые 200 кадров сбрасывается в эту память, а потом уже получившиеся снимки переписываются в основную память смартфона. Вот таким способом вы не можете непрерывное видео делать, но, по крайней мере, короткий интервал, там, две десятых секунды вы можете вполне заснять, а потом воспроизводить уже с обычной скоростью. С помощью вот этого чипа вы можете получать очень красивые, там, сверхзамедленные видео, но кроме этого вы можете проводить и обычные эксперименты в домашних условиях. То есть то, что происходит буквально за считанные миллисекунды, и то, что мы не видим нашими собственными глазами, вы вполне можете изучать, прямо ставив эксперименты, с помощью современных смартфонов. Вот в качестве такого простого примера я провел такой эксперимент. Я взял кусок оконного стекла и стукнул по нему молотком, разбил его в дребезги. И этот момент я снял на видео, на сверхзамедленное видео. И здесь слева показано несколько последовательных кадров этого видео. Вот здесь молоток еще просто касается стекла, здесь пошли трещины, и дальше трещины уже разбежались и стали более четкими. Вот по этим нескольким кадрам можно оценить скорость распространения трещины. За одну миллисекунду трещина бежит примерно на 15-20 сантиметров, то есть скорость получается 150 метров в секунду. Это, конечно, как бы не сильно полезна может быть вещь, но очень забавно, что такого типа эксперимента вы можете уже делать без какого-либо профессионального оборудования самостоятельно. И если надо, то уже в каком-нибудь лаборатории, скажем, школьной лаборатории можно подойти к этому делу творчески и прямо поставить несколько интересных экспериментов, изучать закономерности, может быть, это даже для школьников будет интересный проект исследовательский. В общем, все это уже доступно для хороших современных смартфонов. Однако в нашем окружающем мире есть явления, которые даже в миллисекунду не удается поместить. Ну, точнее, которые происходят быстрее, чем за одну миллисекунду. И поэтому даже такой смартфон, который выдает нам тысячу кадров в секунду, не способен, в общем, разглядеть, как происходит явление. Вот в качестве одной довольно знаменитой задачи я здесь показал парочку кадров из того же видео, на котором мы попытались изучать разлом спагеттин. Задача заключается вот в чем. Выберете спагеттину, постепенно сводите концы друг к другу и в какой-то момент она ломается. И вот оказывается, что в подавляющем большинстве случаев она ломается не на два кусочка, а на три, даже больше. И вот хотелось бы понять, во-первых, почему так происходит, почему на несколько, а во-вторых, в какой последовательности это все происходит. Ну и вот оказалось, что даже такого современного смартфона недостаточно для ответа на этот вопрос. Вот видите, между этими двумя кадрами во времени прошла одна миллисекунда. Если на первом еще была нормальная спагеттина, то на втором уже результат разлома. Вот у меня несколько кусочков, которые дальше, вращаясь, улетают, и все. То есть за эту одну миллисекунду уже все прошло, и мы не можем никак понять, в общем, что здесь происходит. Эта задача, она довольно известна, потому что в свое время Фейн, он пытался разогадать, в общем, загадку этих ломающихся спагетти, там прямо есть история, как он ломал пачку за пачкой, разбираясь, почему так получается, но он толком и не смог построить хорошую модель этого явления. Ну, как мы сейчас понимаем, просто потому, что для этого нужно сначала разглядеть явление во всех деталях, вот, а для этого нужна сверхскоростная камера, которой уже в обычном обиходе у нас нет, это уже профессиональная техника. Вот, в 2005 году была опубликована в физрефлеттерс очень симпатичная работа, в которой люди снимали на сверхбыстро камеру этот процесс, а потом еще и построили математическую модель этого разлома. Вы можете почитать саму статью здесь, ну, и популярные объяснения я в свое время тоже писал. Но я, наверное, больше порекомендую по этой задаче не о саму статью, а совершенно шикарный видеоролик, который выложил Дэстин Сандлин, американский инженер, популяризатор науки. Вот у него есть камера Phantom 1610, которая выдает четверть миллиона кадров в секунду. И вот только... Спасибо за внимание. Ой, это звук там был? Не помню. А, хорошо. Вот, и, в общем, с помощью этой камеры с четвертью миллиона кадров в секунду наконец-то стало понятно, как именно происходит этот разлом. То есть там сначала происходит первый разлом, потом изгибные волны бегут с одного конца к другому, и в какой-то момент они там порождают слишком большую кривизну, и происходит второй разлом, и иногда каскадный третий, четвертый, и так далее. В общем, это отличный видик. Вот его можно посмотреть по этой ссылке. Очень рекомендую. Это не единственная задача. В общем, на самом деле многое, что касается разлома, то есть разрушения хрупких материалов, оно относится к микросекундному диапазону. Ну, суть этой оценки, она простая. То есть если речь идет про разрушение напряженных материалов, то типичные скорости это, ну, километры в секунду. И если у вас есть объект размером, скажем, 10 сантиметров, то такой фронт разрушения, он пробегает весь этот объект за сотню микросекунд. Поэтому микросекундный диапазон это совершенно типичный диапазон для разрушения хрупких материалов. Вот в качестве еще одного примера очень есть симпатичная иллюстрация. Значит, это разрушение так называемых ботасских слезок, ну, или там иногда называется капля принца Руперта. То есть суть такая, у вас есть закаленное стекло, горячее, которое вы капаете в воду, в ведро с водой, и она остывает вот так вот, и там внутри сохраняется очень сильное напряжение. Там напряжение в сотни атмосфер, может быть, даже тысячи атмосфер. Вот. Эта капля, она, с одной стороны, как бы выглядит, как стеклянная, такая хрупкая, да, но вы по этому толстому куску можете бить молотком, можете класть под пресс, обычный металлический пресс, и, в общем, она не разрушается. Зато если возьмете тонкий кусочек и отломите мелкий кусочек в конце, то тогда эта стеклянная капля моментально разлетается на огромное количество мелких осколков. Так что это, вообще-то, опасный эксперимент. Вот. И для того, чтобы на это полюбоваться, нужна тоже камера, которая выдает, ну, как минимум, десятки тысяч, а лучше сотни тысяч кадров в секунду. Потому что весь этот процесс по всей капле занимает от силы сотню микросекунд. Опять же, были научные публикации, в которых это дело изучалось, но тоже очень рекомендую посмотреть на видеоролик Дестина Санклина, о котором он это все показывает и рассказывает. Окей. Значит, кроме разрушения хрупких материалов, можно изучать и колебания жидкости. И здесь забавная вещь такая, что если у вас есть процесс, который происходит очень быстро, то необязательно снимать его все время на видео. В принципе, достаточно иногда однократной фотографии для того, чтобы измерить интересные явления. Вот здесь я показываю уже не видео, а фотографию, которую тоже провел, сделал в домашних условиях. И я с помощью этой фотографии измерял период колебания маленьких капелек воды. Значит, суть эксперимента здесь какая? Вот в темноте у меня есть блюдце. Здесь вот оно не видно, но здесь есть край блюдца. На это блюдце сверху падают капельки воды, и разбиваются на брызги. Эти брызги летят в разные стороны и пролетают сквозь луч фонаря. Здесь есть непрерывный светящий луч фонаря. И когда они пролетают сквозь луч фонаря, то из-за колебаний они как бы мерцают. И они оставляют в результате на фотографии такой пунктирный след. И вот по этому пунктирному следу можно измерить прямо время колебания этих капелек. Ну, как это можно сделать? Если бы у нас была скорость вот этой брызги, которая пролетала сквозь луч, тогда мы бы, конечно, расстояние поделили на скорость, получили время. Но скорость, она не видна отсюда. Надо как-то иначе это дело посчитать. Я придумал такой способ. Я взял одну из траекторий, скажем, здесь вот есть красивая параболическая траектория, у которой четко виден максимум. То есть это значит, что капля, брызга, получившаяся здесь на дне блюдца, подлетела на эту высоту. Ну, эту высоту я померил, это примерно 3 сантиметра. И время подъема до 3 сантиметров по известной формуле составляет примерно 80 миллисекунд. И вот здесь, если присмотреться, то видно, что за эти 80 миллисекунд происходит несколько десятков колебаний, то есть несколько десятков пунктиров. Я их насчитал примерно 50. Там дальше они, конечно, не видны, но это не принципиально, потому что, видите, движение-то горизонтальное, оно равномерное, поэтому нам достаточно понять, с какой частотой на этом изображении у нас мерцают пунктиры в начале и дальше экстраполировать на всю траекторию. Вот, у меня получилось примерно 50 колебаний. То есть по этой однократной фотографии я могу измерить период колебаний, той конкретной капельки, которую я здесь изучил. Это примерно полторы миллисекунды. Понятно, что это время зависит от размера капелек, это не универсальное время, но типичные капельки колеблются вот так мало. И я сомневаюсь, что я бы это увидел с помощью той скоростной видеокамеры, которая есть в смартфоне, потому что все-таки условия освещения здесь очень плохие, и капельки сами по себе маленькие, а с помощью фотографий, выставленной на выдержку 2 секунды, я это вполне заметил. Еще маленький момент, что иногда можно подумать, что это все-таки свет мерцает, но здесь свет был непрерывный, я это дело проверил с помощью отдельного такого калибровочного эксперимента. Ну и потом, по той же самой фотографии видно, что вот эти вертикальные линии, это след от капель, которые падали, вот они непрерывные, они не мерцают. Поэтому свет здесь непрерывный был, и мерцание вызвано именно колебаниями, ну или вращениями, вместе с колебанием капельки. Окей, значит, это такой был первый небольшой эпизод. Если хотите, давайте задавайте вопросы по этой части. Да, вопросы, пожалуйста. Игорь, просто чтобы уточнить, то есть то, что капелька имеет такой прерывистый след, это из-за того, что она колеблется и сжимаясь меньше светит в сторону? Не то, что сжимаясь, нет-нет, она деформируется, и поэтому, когда она пролетает в луче фонаря, то тогда она по-разному отражает свет от фонаря. И иногда это отражение попадает в кадр, иногда не попадает, и все. Ага, понятно. То есть понятно, что объем-то ее не меняется, она колеблется, она деформируется. Вот, но она при этом мерцает просто потому, что отражает в разные стороны. Ну, то есть отражает в разные стороны, это как одно объяснение, или, может быть, она вдоль траектории колеблется, и в какой-то момент становится меньше в этом, увеличиваясь в поперечной плоскости, это отражает меньше света? Ну, нет-нет, потому что, видишь, здесь промежутки между ними, она вообще, траектория темная. То есть там просто нету отражения. Если вот мы просто возьмем капельку и в темноте посветим на нее светом, то видно, что свет отражается, и он освещает всю капельку, но отражение у нас идет более-менее точечное, из какого-то места, с которого у нас прямо оттуда отражение идет. Вот, и когда у нас капля колеблется, это отражение, оно может уходить куда-то вбок и не попадать в кадр. Тогда капля не видна будет уже. Но вы можете проделать это самостоятельно, посмотреть, как капли отражают направленный луч света в темноте. Ага, спасибо. А вот такой вопрос можно? А причина того, что капля, которая просто падает, из какого-то источника, у нее нет колебаний, а капли, которые убрызг, это такие же капли, которые вылетают из блюдца, эти колебания, в чем причина? Значит, смотрите, капли, которые сверху падали, они отпускались из пипетки. То есть они непрерывно, без всяких сильных колебаний отпускались. Они, конечно, тоже немножко колеблются, но их период колебаний намного больше, потому что они крупнее. И когда они пролетают с высоты и падают прямо на это блюдце, то они, видимо, не успевают настолько... Да, и амплитуды у них в колебании уже меньше получатся. Они просто не успевают настолько сильно модулировать отблеск, чтобы быть прерывистыми. Вот здесь не видно никакой прерывистости. Здесь они просто падают и падают. Значит, к этому времени уже колебания все более-менее затухли или просто по амплитуде уменьшились. Это разница просто в чистоте колебаний. В чистоте и в амплитуде. А когда у вас брызги разлетаются, понимаете, брызга – это значит, что капля ударилась, расплющилась, оскочила и в процессе этого довольно такого жесткого процесса полетела дальше. То есть она несет на себе довольно сильно по амплитуде колебаний. Это как с футбольным мячом. Вот если по нему ударить, он отскочит, он будет колебаться правильно внутри. То есть будет сжиматься, разжиматься, лететь. Так же искать. Ну да, ну да, все понятно. То есть это деформации, которые капля получает, вот момент брызга, который получает момент отскока, вот эта первичная деформация, она является действительно по-видимому полюбайдудой. Ну да, да, конечно. Это происходит. А вот все-таки Игорь немножко удивляет, почему, ну вот к моему предыдущему вопросу, то есть если мы просто возьмем каплю, которая не деформируется и посветим на нее фонариком, что свет будет отражаться только в одну сторону, то есть, ну вот как вот кажется, что из твоего ответа. То есть я бы ожидал, что он там будет во все стороны, там неравномерно, но светится. Не-не-не. Не то, что в одну сторону. Если вы посмотрите, если, значит, сфотографировать в темноте каплю, которая отражает направленный луч света, то его отражение будет идти не из-за всей, не из всего объема капли, а из одного места. Может быть, из двух мест, из одной стенки, другой стенки. В общем, из точечного источника. И может оказаться так, что когда капля деформируется сильно, то там так все искажается, что накладывается в геометрии, что вот это отражение уходит в бок. И тогда появляется какое-то направление, вдоль которого свет не рассеивается, не отражается. При большой деформации такое вполне может быть. Если иметь технологию с мячиком, то вот мячик у нас превращается в блин, очень быстро потом обратно распрямляется. И вот я так себе просто представлял, может быть, это не соответствует действительности, что вот когда он к нам находится своим ребром в виде блина, то свет на него падает, он отражается, но он такой будет маленький, потому что площадь будет очень маленькая, что мы его уже и не заметим. Ну так мы же не профиль видим, мы смотрим на отражение, правильно? Если отражение есть от плоского блина, то какая разница, что он плоский? От ребра плоского блина. Какая разница? Если от ребра есть отражение, то в чем проблем? Проблем нет. Ну, то есть ты думаешь, что у тебя когда между этими пятнышками белыми, если там света, скажем, в тысячу раз меньше приходит, ты сейчас это исключаешь? То есть может быть... Не-не, может быть там есть свет, который раз в 10 меньше, я даже про тысячу не говорю, может быть в 10 раз меньше, то есть может быть есть там свет. это не принципиально здесь. Самое главное, что есть четко пульсирование, да? Ты же предложил пообсуждать вот это обсуждание. Да-да-да. Не, конечно, можно дальше изучать подробнее, что там происходит. Дело в том, что капля, когда колеблется, у нее же там не одна мода колебаний, у нее несколько мод колебаний, и они колеблются с разной частотой. Вот, поэтому при желании там где-то можно различить даже такое двукратное, двукратное колебание на одном периоде, или что-то такое. В общем, в какой-то из траекторий я это видел. Вот. Кроме того, может быть, есть еще и вращение. Да, вот я хотел спросить. Не исключено, да. Ну, вращение, как бы, его трудно представить себе, как оно произойдет. То есть сильные колебания, понятно, это просто удар прямо об дно бьется, да? А для вращения требуется, чтобы разные части капли вылетали с разной скоростью, что, в общем, трудно себе представить. То есть это в отраженном, да, свете смотрите, велосипедный фонарь, который ярко это дело освещает, и когда капля пролетает сквозь луч, она светится пунктирно. Так, хорошо. Какие еще? Так, или может дальше пойдем сейчас? Ну, мне кажется, что вы вроде все поняли. Все, давай начнем. Давайте дальше. Значит, вот последний кадр про капельки, да, это хороший повод вообще поговорить про колебания капли про гидродинамику и про процессы на микросекундных масштабах. Вот здесь, кстати, слева тоже фотография, которую тоже в домашних условиях я сделал, выставив на обычной зеркальной камере выдержку 1,4 секунды. И вот видите, какая красота запечатлевается, да, при разрыве струи. Вот если не вооруженным глазом просто смотреть, как струя течет, то, в общем, не видно ничего этого, да, это все открывается, только если у вас есть сверхскоростная съемка. Ну что ж, давайте сначала оценим типичные времена. Формулу напишем. Вообще, когда у вас есть явления, возникающие за счет капиллярных эффектов, то для них можно сформулировать капиллярное время, то есть типичное время колебания, скажем, капелек, струек и так далее нужного радиуса, ну, определенного радиуса. Вот капиллярное время можно определить таким образом, то есть она зависит от плотности жидкости, от поверхностного натяжения и от размера, да, и прямо буквально по соображению размерности можно сконструировать эту комбинацию. Понятно, что в конкретных явлениях, скажем, колебания капель или там мыльный пузырь распатается на отдельной капле, там есть еще и численные множители, да, то есть это не точное время, это масштаб времен, но он все равно хорошо передает типичные промежутки времени, требуемые для капелек определенного размера. И вот если подставить числа, скажем, радиус 1 миллиметр, это дает нам 4 миллисекунды. Зависимость от радиуса, видите, в степени 3 вторых, поэтому если вы в 100 раз меньше радиус возьмете, то время уже будет в 1000 раз меньше, 4 микросекунды. Получается, что капельки вот размером доли миллиметра полностью покрывают нам весь микросекундный диапазон. То есть микросекунды это не что-то экзотическое, вокруг нас постоянно происходят явления, которые требуют микросекунды для своего выполнения. Здесь я привел несколько таких ссылочек на научно-популярные книжки. Вообще в советское время выходили вполне хорошие книжки, в библиотечке Клан, например, выходила отличная книжка. Ну и сейчас тоже появляются отличные научно-популярные книжки на эту тему. Вот, значит, запомнили вот этот масштаб. Микросекунды – это типичный масштаб микроскопических капелек. Давайте я немножко про историю расскажу, как вообще люди это дело изучали. Вообще говоря, сами по себе капиллярные эффекты отметил еще Леонардо да Винчи. То есть он наблюдал за тем, как падает капелька, да, с конца, скажем, крана, и осознал, что после того, как капля отрывается, остаток капли втягивается обратно против силы тяжести. То есть он осознал, что у воды есть тенденция цепляться саму за себя и как-то помогать себе удерживаться против силы тяжести. Но оставался открытым вопрос, вообще, почему в таком случае, скажем, струя разбивается на капли? Или вообще, почему капля отрывается? Вот могла бы держаться и держаться, да? И вот в течение там 16, 18, 18 веков люди пытались разобраться с этим явлением, то есть какие силы заставляют струю разбиваться и капли отрываться. И только в начале 19 века, вот сначала Юнг, потом Лаплас уже все математически описал, а потом Плато и Савар это экспериментально проверили, стало ясно, что поверхностное натяжение это как раз и есть причина разрыва струи на капли и отрыва капли. То есть эти процессы идут не вопреки капиллярным эффектам, а за счет капиллярных эффектов. И тот же Савар, когда делал свои эксперименты первые, вот в начале 30-х годов, он увидел, что между основными капельками, скажем, при разбиении струи на капли, возникают микроскопические капли-сателлиты. Вот здесь слева показана репродукция его рисунка из статьи 33-го года, 1833-го года. Здесь видно, вот здесь вот он нарисовал, что идет сначала обычная струя, потом на ней возникает колебание, потом она разбивается на капли, которые колеблются, и между ними такие точечки есть, это капли-сателлиты. Иногда их еще называют шарики Плато, в честь бельгийского физика Жозефа Плато, который тоже это дело изучал в середине 19-го века. Вот здесь любопытно, как он этот рисунок получил. Вообще, вот 1833-й год, это еще эпоха до фотографии. Я на следующей лекции буду рассказывать про историю фотографии. Фотография была, вошла в обиход позже. То есть, это рисунок, это не фотография. Вот, как он это дело углядел? Вообще, сначала, для того, чтобы качественно понять, что там происходит разбиение на капли, он проделал простой опыт. Он взял тонкий стержень и быстро провел им сквозь струю. То есть, прямо рассек струю тонким стержнем. И вот он сообщает, что иногда оказывается, что стержень вообще не намокает. То есть, этим способом он доказал, что там есть капли, между которыми есть воздух. То есть, он разбивает, проходит сквозь воздух, а не сквозь воду. Вот. Его это дело заинтересовало, и он тогда придумал своеобразный стробоскопический эффект. То есть, сейчас стробоскопический эффект, это когда у вас есть источник света, который мерцает, да, очень быстро и на очень короткое время. Тогда этого не было, но он просто сделал движущуюся ленту, на которой чередовал яркие белые и темные полосы, и проводил этот эксперимент на фоне такой ленты. И вот в тот момент, когда струя оказывалась на фоне белого, он резко выхватывал из всего кадра такое изображение и потом нарисовал его. Уже ближе к концу 19 века, когда уже пошла фотография, в том числе и скоростная фотография, люди исследовали этот процесс вдоль и поперек. Скажем, здесь вот показано справа рисунок, мне кажется, это рисунок еще Филиппа Линара, когда он исследовал экспериментальный процесс отрыва капли. Здесь он довольно реалистично показал, как происходит отрыв. То есть видите, капля перед тем, как оторваться, она сначала собирается в шарик, она вовсе не такой каплеобразной формы, она в виде шарика отрывается. Там вытягивается тонкая перетяжка, которая потом уже собирается в маленький шарик и он падает дальше за ним. Здесь уже показан внизу более современный снимок 2017 года. Понятно, что много других снимков есть, но вот просто очень показательный снимок, на котором полезно пояснить, что люди углядели, когда вот уже прямо реальное современное исследование нелинейных процессов при отрыве капли начало происходить. Значит, люди поняли, что этот процесс нелинейен. То есть недостаточно писать приближение линейности уровня гидродинамики и раскладывать относительно малых отклонений. Требуется прямо честное, решать честное уровнение гидродинамики. В 90-х годах уже 20-го века люди поняли, что процесс утонщения вот этой перемычки он во многом самоподобный. То есть сначала, когда у вас перемычка утонщается, она сохраняет примерно свою форму, просто она становится все тоньше и тоньше, то есть та же самая форма уменьшается в масштабах и процесс ускоряется и ускоряется. Потом в какой-то момент форма слегка меняется, она становится такой ровненькой и вот тот же самый процесс перешейка уже относится вот к этой точке. Видите, там эти стрелочки белые нарисованы. То есть вот эта точка в последние микросекунды перед отрывом, даже наносекунды, она тоже ведет себя самоподобным образом, пока наконец-то не утончаются там в нанометровые перешейки, которые не лопаются сами. Вот. То есть вот этот процесс, он самоподобный, вот, и для того, чтобы его вычислить требовалась вся мощь современной математики. После того, как здесь происходит отрыв, вот эта веретенообразная структура сначала обрывается здесь, потом обрывается наверху и превращается в такой паровозик из нескольких мелких капелек, которые дальше сливаются в одну или две, в один или два сателлита. Вот. В общем, это современное представление о том, как происходит отрыв капли. Понятно, что дальше с ним можно играться. Вот. Ну, в общем, оказывается, что даже в таком простом явлении есть очень нетривиальная динамика. Если вы хотите подробнее поизучать про историю и современные исследования по этому процессу, вот, есть отличный обзор с отличной исторической секцией. Значит, если вам кажется, что это что-то такое довольно абстрактное, как бы, ну, интересно само по себе, но не имеет практической ценности, то вот, ответ нет. На самом деле, это очень важный момент для хорошей работы струйных принтеров. Смотрите, значит, струйная печаль происходит как? Там есть печатающая головка, в которой есть много микроскопических сопел. Каждое сопло, оно, получая сигнал, выстреливает тончайшей струйкой чернил. То есть, там радиус порядка 10 микронов. Вот. И выстреливать оно должно довольно часто, скажем, тысячи, может быть, даже десятки тысяч раз в секунду. То есть, весь этот процесс, выстрел капельки, чернил, должен завершиться за несколько микросекунд. От силы нескольких десятков микросекунд. Так вот, когда в конце 70-х годов, в начале 80-х годов запустились струйные принтеры, причем там несколько было технологий, люди увидели, что эти струйки чернил вылетающие порождают в том числе и сателлиты. Их довольно много. И эти сателлиты, они летят немножко в другую сторону. То есть, они попадают на бумагу не там, куда попадает основная капелька. И поэтому они, в общем, немножко портят вообще-то форму изображения. То есть, здесь вот в увеличении показано то, как выглядят буквы, опечатанные принтером, струйным принтером, в котором нет никакого подавления вот этих сателлитов. Вот. А поскольку в современном мире струйная печать, она вообще очень широко распространена, можете представить себе, насколько большой рынок всех этих принтеров, то неудивительно, что, в общем, все эти производители прямо тратят большие деньги на то, чтобы как-то подавить эти сателлиты. То есть, или избавиться от них, или научиться управлять ими. Поэтому это вполне современное и активное направление исследования. Я не буду подробно там рассказывать про то, что люди достигли. Я просто хочу продемонстрировать типичные методы и типичные картинки, которые здесь возникают. Вот, например, изображение из статьи 2014 года. Здесь изучалась динамика вылета струек в пьезостройном принтере. Здесь использовался метод, который, помните, я показывал, когда иллюстрировал капельки. Конечно, процесс очень быстрый, он занимает микросекунды для одной капельки, но для того, чтобы его изучать, не требуется снимать на сферу быстро камеру. Можно сделать просто фотографию, одну хорошо поставленную фотографию, и она много что вам расскажет. Вот то, что здесь показано, это не одно и то же сопло, которое в разный момент времени показывает разную форму капель. Это батарея из нескольких сопел, на которые приходит управляющий сигнал с задержкой 3 микросекунды на каждое сопло. Поскольку все эти сопла достаточно одинаковые, чернила достаточно одинаковые, можно считать, что каждое сопло выстреливает более-менее идентичную капельку. Поэтому, сфотографировав на однократную фотографию сразу батарею таких сопел и капелек, можно более-менее представлять себе, как в динамике развивается этот процесс. Ну и здесь уже видно одна из идей, как в принципе можно подавить сателлиты. То есть нужно просто добиться, чтобы у чернил были такие характеристики, чтобы вот этот хвостик не разбивался на капли, а втягивался обратно в основную каплю. Вот если это удастся сделать, тогда действительно сателлиты можно подавить. Это просто одно из направлений, но вот как иллюстрация того, что в принципе здесь можно сделать. Надо сказать, что в этой статье люди потом пошли еще дальше, и они научились измерять скорости движения разных участков этих капель. Скажем, скорость втягивания вот этого маленькой капельки в основную каплю. Для этого они сделали не однократную, а двукратную фотографию. То есть они сделали так, чтобы у них было две вспышки с разницей по времени в половину микросекунды. На каждой фотографии у вас была более-менее та же самая картина капелек, но чуть-чуть сдвинувшаяся. И вот проанализировав, насколько сдвинулись эти капельки за полмикросекунды, они смогли посчитать скорость. В общем, совершенно нормальное современное исследование, которое получается с помощью хорошо поставленной мгновенной фотографии. Можно, конечно, это дело снимать и на сверхбыстрой камеры. Люди, в принципе, тоже такое делают, тоже в качестве иллюстрации. Вот здесь показаны фотографии, результаты в виде снимки, съемки вот из той же недавней статьи. Здесь не чернила использовались, а просто через сопло протекала жидкость с определенной скоростью, постоянной скоростью. И люди изучали, как эта струйка разбивается на капли, как появляются вот эти сателлиты. Здесь, кстати, их, в принципе, можно заметить, и они потом сталкиваются с основной каплей. И вот в качестве просто иллюстрации того, какие инструменты люди используют, вот на первом снимке речь идет про струйки радиуса примерно 18 микрон, типичное время уже десятки, ну, 10 микросекунд. И для этого использовалась камера, которая выдает половину миллионов кадров в секунду. Вот, а здесь уже намного меньше струйки, радиус примерно 1 микрометр, то есть капиллярное время составляет уже там 100 с копейками наносекунд. Использовалась здесь уже совсем быстрая камера, которая выдает почти 14 миллионов кадров в секунду. Ну, надо понимать, что когда вот речь идет про такие быстрые камеры, то они тоже вам не выдают это все видео непрерывно. Они выдают вам серию из снимков, которые потом дальше, ну, они сразу попадают в буфер куда-то, а потом переписываются на компьютер. Вот. И, как правило, у них хуже разрешение, и это разрешение, оно, как бы, ну, оно разное. То есть, они снимают полосками, они не снимают кадрами, они снимают полосками. Просто потому, что если бы у вас было кадр, скажем, тысяча на тысячу кадров, то вы можете сами прикинуть, какую пропускную способность вам нужно обеспечить, чтобы перекидывать по миллиону кадров в секунду на компьютер. Это почти нереально. В этом смысле то, что LHC, например, делает, LHC, по сути дела, это тоже микроскоп, который выдает 40 миллионов кадров в секунду. И там от этой электроники, ну, через эту электронику от фронт-энда до, по крайней мере, первых триггеров передается огромный поток информации. Но там получается, почему? Потому что у вас не один кабель есть, у вас миллионы кабелей идут. Поэтому вот эта вся система перекидывает информацию. А в обычной видеокамере вы такое не сделаете. Окей, это был второй сюжет. Давайте вопросы по нему. Просто вопросы. Спасибо, Игорь. Ну, насчет одного проводка, я скажу, что, в общем-то, с параллельным досчитыванием тоже делалось, не все же ПЗС. фототехнике, я не уверен, что это используется в обычной фототехнике, но то, что параллельное считывание пикселей есть, это точно. Миди Пикс тот же самый, но, правда, не фототехника. А там с какой скоростью надо считывать изображение? Я не могу сказать точно, но, то есть, единственное, что могу заметить, что бывают параллельные считывания, а уж детали я не знаю. Нет, это понятно, да. Но просто если сделать простые оценки, скажем, вот, предположим, у вас есть снимок, который занимает один мегабайт, и у вас миллион кадров в секунду. Вот просто это получается, что вам нужно гигабайт, да, то есть, гигабайт-терабайт в секунду перекидывать непрерывно. Да, ну, в принципе, очень большие шины, они передают такие. Терабайт в секунду? Нет, терабайт нет. Вот, вот, в чем дело. Гигабайт, пожалуйста, 10 гигабайт, пожалуйста. Да, гигабайт, там, десятки гигабайт еще возможностей. Да, 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 но если на время пересчитать, то получается, что тысячу кадров в секунду проблем нету, 10 тысяч кадров в секунду проблем нету, а вот с миллионом кадров в секунду уже проблемы. Ну, понятно, но не надо. Поэтому, когда речь идет про камеры типа 14 миллионов кадров в секунду, надо понимать, что они выдают вам не кадры прямо тысяча на тысячу, а узкие полоски. Ну, понятно, да. Но не всю секунду же надо снимать. Это да, это да. Поэтому они выдают тоже серии снимков. То есть они просто забивают буфер, а потом этот буфер скачивается уже помедленнее. Игорь, а вот такой вопрос. Для втягивания капель обратно от этих сателлитов нужно, ты не знаешь, просто случайно, повышать коэффициент натяжения поверхностный или наоборот уменьшать его? Или вообще с этим не связано? Ну, я подробностей не знаю. Я думаю, что там от вязкости еще зависит. Да, так кажется, что если она будет более, что ли, с большим коэффициентом натяжения, то они будут быстрее всасываться обратно, да? Не в том дело. То есть, видите, здесь не требуется быстро всасываться. Всасываться они могут долго, пока летят. Это не проблема. Проблема в том, чтобы эта колонка не разорвалась на капельке. А для того, чтобы она не разорвалась на капельке, нужно, чтобы поверхностное натяжение не успело за время всасывания ее разбить. А это зависит уже не только от самого поверхностного натяжения, но и от вязкости жидкости. Чем вязче, чем более вязкая жидкость, тем меньше тенденции развиваться на капельке. Поэтому я думаю, что это тоже важный момент, из чего состоят, собственно, чернила. Это один пункт. Второй еще пункт. Вот смотрите, когда у вас только вылетает эта капелька из сопла, да? Ну вот, скажем, здесь показаны случаи пьезоструйной печати. То есть, это значит, что внутри сопла есть маленький объемчик, который с помощью пьезоэлектрической пластиночки, да, которая выгибается по действиям электрического импульса, сначала выдавливается чернила, а потом, в принципе, чернила могут всасываться обратно. И это все вполне контролируется сигналом, который подается на пьезо вот эту пластиночку. То есть, в принципе, вы можете найти такой режим движения этой пластинки, чтобы вот при порождении этой строки в какой-то момент ее резко оборвать. То есть, в нужный момент ее втянуть остаток обратно так, чтобы все это резко закончилось. Не всегда это так получается, скажем, видите, здесь прямо на рисунке нарисован первичный хвостик, вторичный хвостик. То есть, есть еще какой-то вторичный хвостик, который тоже опасный. Но, по крайней мере, с этим можно тоже играться, это можно настраивать. То есть, тот профиль сигнала, который вы подаете на пьезоактуатор, выдавливающий у вас из сопла струйку. Игорь, по поводу еще вот этих струек и пьезоактивенуатора. То есть, видимо, от силы удара зависит то, как она сильнее будет растягиваться, вот эта вот струйка, эта капля. Чем сильнее, видимо, начальный импульс переданный, тем больше она будет растягиваться в итоге. То есть, наверное, если она просто вытекала под действием силы тяжести, то она бы почти сохраняла бы свою форму. Ну, она точно не может вытекать под действием силы тяжести, потому что при таких масштабах поверхностное натяжение настолько большое, что нужно прикладывать сильные, большие усилия, чтобы вытолкнуть ее. То есть, все-таки это десяток микрометров, вот. Такая капля сама по себе не вывалится. Поэтому нужно четкий импульс придать, вполне рассчитываемый, конкретный, чтобы она вылетела. Ну да, от силы импульса зависит то, с какой скоростью это дело вылетает. Слишком сильно, наверное, вылетать тоже не надо, потому что если скорость слишком большая, то у вас прямо в процессе вылетания эта капля может разрушиться. То есть, у вас она распылится прямо в процессе вылетания из сопла, если слишком сильно ее вытолкнуть. Тоже опасная вещь. Довольно неожиданно. Ну, да, в принципе, как-то. Ну, почему неожиданно? Если у вас есть какой-нибудь кран, из которого хлещет вода, то там сразу разбивается ее на капли. А если вода вытихает потихонечку, то она еще долгое время струнка непрерывная такая. Нет, я имею в виду, неожиданно, что струйные принтеры такую интересную физику в себе содержат. Тут вообще как, вот история какая была, что сначала, когда в 70-х годах струйные принтеры пошли, сначала была пьезоструйная печать. Там Репсон разработала. Вот. А потом Кэнон в начале 80-х придумали, они термоструйную печать придумали. То есть там не актуатор, который это выталкивает, там есть нагревательный элемент, который моментально разогревает маленький объемчик чернил до 500 градусов Цельсия. То есть он вскипает и своим давлением выталкивает это все. И когда он вылетает, сразу же потом охлаждается. То есть в принципе это тоже удобная вещь. Вот. Но просто управлять процессом вскипания и охлаждения сложнее, чем двигать с помощью пьезоактуатора. Поэтому потом, постепенно, сейчас люди переходят, ну по крайней мере на промышленных масштабах люди переходят к пьезоструйной печати. Спасибо. Так, товарищ, еще вопросы есть по этой части? Ну я не слышу, тогда давайте дальше. Давайте дальше. Так, ну и последний сюжет это превращение время в пространство. Вот. То есть это когда у вас есть быстро протекающий процесс и вместо того, чтобы наблюдать за ним быстро в пространстве вы разворачиваете его в виде колебания, ой, быстро во времени вы разворачиваете его в виде колебания в пространстве. Вот здесь слева такая картинка странная, да? Это я сфотографировал как-то наряженную елку на обычный фотоаппарат с выдержкой 1,25 секунды. Но я фотоаппарат этот поворачивал в момент съемки. И вот видите, что некоторые огоньки они оставили ровный след, а некоторые пунктирный след, да? Пунктирный след просто потому, что эти огоньки-гирлянды мигали, а ровный след – это те, которые не мигали, а были сплошные. Вот. И это вот такая простая идея, как превращать, как увидеть быстро протекающий процесс. Значит, это, конечно, годится не для любого типа процессов, а для тех, у которых свет более-менее локализованный. Скажем, точечный источник или какой-нибудь маленький экран. Здесь я показал две фотографии, которые тоже сделал обычным фотоаппаратом. Значит, на первом фотографии я снимал индикатор микроволновки. Вот он в темноте светится, и в момент фотографирования я поворачиваю фотоаппарат сверху вниз. То есть то, что на этом кадре внизу, оно высветилось раньше, то, что наверху высветилось позже. Выдержку я сам поставил, это была на 25-е секунды. Я вижу, что здесь у меня шесть четких изображений есть. То есть получается, я сразу же могу сосчитать, что этот индикатор мерцает с частотой 150 Гц. Ну и причем здесь даже видно, что, видите, цифрыки идут такой лестницей, и поэтому можно понять, что они загорались в каждом цикле не однопременно, а последовательно. Сначала 0, потом 40, потом 8. Потом 0, 40, 8. Вот если вы своим обычным взглядом посмотрите на индикатор, вы не увидите мерцание. А если вот сфотографируют, то открывается, оказывается, такая интересная структура. На второй фотографии я уже снимал с выдержкой 1 сотая секунды индикатор заряжающегося смартфона. То есть он включен, на зарядку поставлен, у него светится индикатор, и оказывается, он не просто светится, он мигает. И здесь видно, что здесь 9 колебаний, 9 мерцаний за 1 сотую секунды. То есть получается, он мерцает с частотой 900 Гц, примерно. Ну, может быть, даже 960, я здесь уже не знаю. Но 960 – это как раз его частота для видеосъемки. Ну, в общем, почти килогерц. И теперь самый важный момент. Смотрите, вот это все видно также и невооруженным глазом. Для того, чтобы заметить настолько быстрое мерцание, вам просто нужно смотреть не прямо на этот огонек, а метнуть взглядом туда-сюда. Ну, можете для начала потренироваться, головой вращать туда-сюда. Главное, чтобы у вас ничего не сломалось. Но потом, натренировавшись, вы сможете уже просто метнув взглядом туда-сюда, осознать, какой образ у вас запечатлелся на сетчатке. Вы, конечно, своему глазу не можете выставить выдержку, он у вас непрерывно все видит. Но вы можете за короткое время, когда вы в темноте метнете взглядом туда-сюда и посмотрите на огонек, вы можете осознать, какого типа изображения у вас осталось на сетчатке. И если оно прерывистое, вы поймете, что этот огонек мерцает. И даже после некоторой тренировки научитесь более-менее определять частоту. В общем, один килогерц видно вполне нормально. Есть прямо исследования психологические, ну, и не только психологические, а прямо инженерные, которые говорят, что, в принципе, люди два килогерца тоже видят. И существуют рекомендации для производителей этих LED-ов, что если вы не хотите, чтобы люди там видели мерцание, вам нужно использовать частоту выше трех килогерц. То есть тогда уже это все действительно для людей сливается в сплошную полосу. Вот. Так что, в общем, если у вас что-то мерцает с одним килогерцем, вы способны это увидеть невооруженным глазом, даже без фотоаппарата. Значит, почему вот это дело я назвал превращение время в пространство? Ну, потому что, смотрите, здесь у вас есть координата пространственная, скажем, на индикаторе, это вертикальная координата, да, которая отвечает временной зависимости. То есть то, что происходит в разные времена, здесь откладывается в разных местах по этой координате. Есть и другой способ делать развертку по времени, который называется фотофиниш. Вот давайте я про это чуть подробнее скажу. Вообще, в детстве, когда я слышал слово фотофиниш, я думал, что это типа фотография на финише. Вот как здесь. На самом деле, это не фотофиниш, это просто обычная фотография. Фотофиниш выглядит немножко иначе. Вот здесь два примера фотофиниша приведены. Значит, чем эти снимки особенные? С одной стороны, они вроде бы вполне реалистичные, но с другой стороны, здесь есть какие-то странные искажения. Скажем, видите, у бегунов какие-то ноги странные. А здесь у велосипедиста спицы изогнутые, да? А тень, например, от велосипедиста совсем не похожа на его самого. То есть ясно, что это не просто снимок, это что-то особенное. Ну и окружающий фон, видите, это не сцена, это какие-то полоски. Ну и чтобы окончательно добить сомневающихся в том, что это фотография или фотофиниш, можно спросить, где на этом снимке, на этом или на этом финишная черта. Так вот, оказывается, что финишная черта здесь везде, потому что фотофиниш это такая система, которая снимает только узкую полоску в направлении финишной черты, но в разные моменты времени. Вот давайте на этой схеме я поясню, о чем речь. Значит, делается это, ну, по старинке на пленке это делалось таким образом. Вот у вас есть просто видеокамера, которая формирует в фокальной плоскости изображение, а потом изображение падает на шторки, и эти шторки вырезают одну очень узкую полоску из всего изображения. Узкую полоску прямо в направлении финишной черты. Поэтому пленка видит не всю сцену, а только то, что происходит на этой финишной черте. Но сама пленка дальше протягивается с постоянной скоростью, поэтому она просто записывает вид этой финишной черты в разные моменты времени. И когда какие-нибудь бегуны или всадники пересекают эту финишную черту, они, разумеется, проявляются на ней и оставляют какой-то след. И в результате на всей пленке целиком у вас получается изображение, которое с одной стороны реалистично, а с другой стороны немножко странноватое. В современном фотофинише это делается цифровым образом. У вас есть специальные камеры, которые фотографируют не всю сцену, а только узкую полоску в идеале шириной в один пиксель и тоже расписывают их, раскладывают эту полоску вдоль второй координаты в зависимости от времени. Ну и на самом деле самая главная цель фотофиниша это не просто определить одного победителя, это замерить хронометраж каждого участника. Вот здесь вот, например, смотрите, видите, внизу есть циферки, да? Эти циферки это время на самом деле прихода. То есть каждый раз, когда вы, скажем, хотите измерить момент прихода, официальный момент прихода бегуна, вы просто смотрите, скажем, что там у них, грудь что ли, да? По груди измеряются у бегунов. Вот смотрите, какому времени соответствует грудь бегуна. Вот. И записываете это как официальное время. Так что фотофиниш до сих пор вполне часто используется для официального хронометража. Вот, кстати, вот этот правый и левый снимок с велосипедистом это из буквально несколько дней назад я взял из Тур-де-Франции 19-го этапа, который прямо сейчас проходит. Точнее, закончился уже. Вот. Для того, чтобы совсем уж четче пояснить, что такое фотофиниш, давайте я это дело проиллюстрирую еще на диаграмме время-пространство. Вот здесь у вас есть пространственные координаты, да, вдоль которой идет движение, а здесь у вас время идет по вертикали. Вот обычный снимок это когда вы в какой-то момент времени фотографируете сразу всю сцену, то есть захватываете сразу несколько объектов в разных местах пространства. Это обычный снимок. А фотофиниш это когда вы берете определенную точку в этой координате и записываете ее в течение длительного времени. Поэтому фотография получается как будто бы из времени, но вы ее просто представляете в виде фотографии. Вообще говоря, в широком смысле этот метод он называется щелевой фотографией. Используется он не только для фотофиниша, не только в спорте, но и в искусстве. Скажем, если у вас есть хорошие камеры, щелевые камеры, которые могут давать щелевые фотографии, вы можете получать вот такие симпатичные снимки. Здесь показан канатный вагончик трамвая в Сан-Франциско. Вот он движется с постоянной скоростью, да, и поэтому как бы пространственное и временное распределение более-менее одинаково. Зато фон, он такой психоделический немножко, да, потому что фон – это просто узкая полоска и все, которая, естественно, не меняется. Но все выглядит так обыденно, только если движение равномерное. А если движение происходит с ускорением или замедлением, то тогда получается очень любопытные искажения. Вот здесь тот же самый трамвайчик, но только останавливающийся. Здесь видно, что в начале справа он двигался быстро, поэтому все более-менее сжатое. То есть означает, что эту полоску он проезжал очень быстро, но потом он останавливался, замедлялся и в какой-то момент совсем остановился, и далее с этого момента уже трамвайчик выглядит как сплошная линия, на фоне которой иногда проявляются люди, которые тоже попадали в эту узкую полоску, проходя мимо. Вот такая необычная фотография получается с помощью щелевой камеры. Да, ну я поясню, что обычная фотокамера такое не даст, то есть это использовалась реально специальная щелевая камера, которая снимает узкую полоску, ширина 1 или 2 пиксела, но зато десятки тысяч раз в секунду. Ну и в качестве завершающего аккорда в предвкушении уже более глубоких, более коротких временных интервалах я поясню, что в современной экспериментальной физике есть еще один метод, который тоже напоминает разложение временной зависимости в пространстве. Это так называемый стрельг камера, ну или по-русски официально называется электронно-оптическая камера, хотя это название в общем относится к технике, а не к методике, но это не принципиально. В общем, суть такая. Вот иногда бывает так, что вам не требуется прямо фотографировать сцену, вам требуется засечь что-то одномерное, но только быстро меняющееся в пространстве, во времени. Скажем, спектр какого-нибудь маленького точечного огонечка. Есть, например, такая задача изучать флуоресценцию материалов. То есть вы светите очень коротким импульсом света на материал, и дальше он быстро высвечивает с несколько изменяющимся спектром. И вам хочется понять, как этот спектр менялся во времени. То есть что вы делаете? Вы сначала снимаете, записываете, не то, что записываетесь, получаете изображение этого огонечка, раскладываете его в спектр, и у вас получается одномерная полоска. Вы за вторым измерением не гонитесь, зато по второму измерению вы уже можете разложить как будто бы по времени и получить зависимость от времени. Вот здесь такая сложная схема нарисована. Я ее взял с сайта Hamamatsu. Hamamatsu тоже производит такие камеры. Давайте я поясню, как ее понимать. Суть этой камеры такая. Мы сначала свет превращаем в электроны и дальше электронами управляем, а потом электроны превращаем обратно в свет, чтобы получить развертку по времени на второй координате. Давайте слева направо смотреть, что здесь нарисовано. Вот, предположим, у вас есть огонечек. Огонечек испускает свет, спектр которого меняется со временем. Здесь нарисованы несколько таких кружочков, сначала прилетел желтенький, потом прилетел оранжевый, потом прилетел красный. Вы это делали, раскладываете в спектр, поэтому по горизонтали, то есть по спектральному направлению эти кружочки прилетают в разные места и попадают они в разное время. И вам хочется вот это разное время разложить во второй координате. Как вы это делаете? Значит, свет попадает на фотокатод, фотокатод порождает электроны, эти электроны летят, кроме фокусирующих магнитов, у них есть еще и отклоняющие электроды, на которые подается обычный пилообразный сигнал, то есть линейная зависимость отклоняющего напряжения. И получается, что тот, кто пролетел раньше, отклоняется выше, тот, кто пролетел позже, отклоняется ниже. Вот так у вас по вертикали в результате возникает зависимость от времени. А потом это все попадает на фосфорицирующие экраны и снова превращается в изображение. И вот конечное изображение. По горизонтали по-прежнему у вас спектр, то есть координаты, отвечающие спектру, а по вертикали у вас уже закодировано время. И вот типичный снимок, который получается с такого типа электронно-оптических камер. И который вообще совершенно нормальная рабочая лошадка в целом широкой области исследования под названием время-разрешенная спектроскопия. Вот здесь по горизонтали у вас показано время с момента облучения, а по вертикали кусочек спектральной зависимости. И вот видно, что буквально за сотню пикосекунд у вас носители заряда куда-то убегают, в общем, как-то все меняется. Вот такого типа картинки очень активно используются в этой области. Ну все, спасибо за внимание, это был первый сюжет. Я надеюсь, что в таком примерно формате дальше будет еще несколько лекций про разные сюжеты из физики быстро протекающих процессов. Большое спасибо, Игорь, мы тоже все очень надеемся, что и в дальнейшем продолжение последует. Но какие вопросы? Я если позволите задам вопрос. Пожалуйста. Просто я уже как бы предвосхищаю, но хочу понять, правильно ли я предвосхищаю, если да, то я тогда с еще большим интересом это послушаю. Существует съемка, где делаются там миллиарды или триллионы кадров в секунду и снимают даже, как двигается свет. Вот вы об этом будете рассказывать нам, Игорь? Ну раз запрос есть, то придется рассказать, да. есть такие камеры, которые заявлены как триллион кадров в секунду, а совсем недавно даже 20 триллионов кадров в секунду. Это некоторый обман. Я знаю, что это обман, но просто интересно, будете ли вы об этом рассказывать. Хорошо, я могу это сделать, потому что у меня остальные лекции еще не готовы, я в процессе только подготовки. Это можно делать в конце, это довольно-таки занятная вещь, мне кажется, было бы интересно об этом послушать. По сути дела, это композитная фотография из продолжение, думаю, будет очень здорово услышать. Хорошо, ладно. Игорь, а может быть ты расскажешь очень кратко план дальнейших лекций, хотя они у нас на сайте есть, то есть мы сейчас рассмотрели мили и микросекунды, а дальше мы будем еще вглубь уходить. Я хочу не торопясь рассказать, как люди это дело изучали. Я, во-первых, хочу на следующей лекции рассказать про историю быстрой скоростной съемки, как вообще возникла фотография и как изменялось время выдержки в течение 19 века, что само по себе интересно. Потом я расскажу уже на третьей лекции про ранний этап акустики, потому что вообще-то через звучание тоже можно определять явления, которые там занимают микросекунды. Ну и про практически применение ультразвука поговорю. Потом перейду дальше к нано-пикосекундам. Там уже будет важно движение отдельных атомов, поэтому про атомную физику немножко поговорим. А дальше уже посмотрим. То есть, в принципе, это диапазонов много. Там дальше есть фемтосекунды, аттосекунды, зептосекунды, йоптосекунды. И про все это можно рассказывать. Но давайте сначала первые несколько лекций прочитаем, а потом посмотрим, как пойдет. А до суперструн дойдем? Нет, до суперструн мы не даем. Мы остановимся только... Мы остановимся на том, что достоверно известно. Понятно. Хорошо. Ладно. Ну, товарищи, если есть вопросы, это, да, хороший момент их задать. Ну, я не слышу, но я уверен, что всем лекция очень понравилась, и дальше мы будем таким же большим удовольствием это все слушать. спасибо большое. Спасибо вам всем. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.